здравствуйте дорогие огородники вот пришло время заняться клубникой надо во первых пособирать все листья сухие эти листья от клубники надо только полить их нельзя никуда никакой компост не бросать вокруг каждого кустика надо взрыхлить обязательно проверить сердечки сделать так чтобы это сердечко было где-то вот так вот вот смотрите червячок уже сверху сверху где-то вот она на пол сантиметра было сверху над землей над уровнем и секатором убираем все старые листья старые листья ки говорила надо все сжигать вот и так всю грядочку взрыхляем и убираем старые листья теперь ее когда мы это сделаем взрыхлим ее можно сразу же подкормить под кормкой можно делать просто обыкновенным мочевиной 3 ложки столовые на 10 литров воды и полить под каждый кустик пол литра поливать ну вот так надо проделаться все грядка вы поняли да немножечко освобождаем от земли корневую шейку нашу освобождаем от самое главное чтобы она хорошо росла чтобы она была на возвышенности убираем с листья старые которые надо просто спалить и поливаем все удобрения так клеточки мы наши смотрите почистили я почему делаю чуть на уровне землей или немножко даже ниже канавочка такая чуть-чуть потому что у нас юг украины и очень-очень пересыхает быстро земля поэтому на возвышенности не делаю так и сейчас мы сделаем первую подкормку сейчас мы подкормим азотным удобрением прежде чем полить нашим удобрением надо хорошо пролить клубничку что земля была мокрая ни в коем случае нельзя поливать какими-то удобрениями в сухую землю тем более нас сейчас нуждаются в влаге она начинает расти у нас вообще не было ни дождей ни снега вот берем 3 столовые ложки карбамита или мочевины и бросаем баночку то есть получается 3 столовых ложки на 10 литров воды оно растворится баночки сейчас потом выливаем наше ведро на 10 литров или лилейку и поливаем под каждый костик пол литра вот 10 литровое ведро берем наш раствор вливаем помешиваем и поливаем у меня литровая банка пол баночки на каждое растение или можно да так банку набрали вот так пол баночки вот на одно растение пол баночки на другое растение можно такие капельку луночки поделать чуть-чуть вот по пол баночки льем по листикам тоже одобрение будет листиком азотное луночку вот так сделали чтобы не сильно растекалась вода одно раз второе сюда вот сейчас когда уже просыпается все разные вредители можно вокруг нашей грядки вот здесь по бортикам везде вокруг понасыпать средства от муравьев вот так вот так луночку польем все азотным удобрением ну все всем пока пока кому понравилось мое видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал и